Судя по всему, вот так вот мой муж представляет идеальный макияж для меня, потому что всю косметику, которую я сегодня выполняла, вот этот макияж, который вы видите на мне, выбирал мой муж. Он прошелся по всей моей коллекции, я абсолютно его никак не инструктировала, просто дала список, что нужно выбрать, например, там, карандаш для бровей, тональная основа, праймер и так далее, и он выбрал то, что он посчитал лучше всего будет выглядеть на мне, после чего я сделала сегодняшний макияж. Сейчас я вам покажу весь процесс выбора косметики, то есть вы заглянете одним глазком еще в мою коллекцию косметики, и я очень вас попрошу тепло встретить моего мужа, потому что он очень переживал, он боялся, чтобы он что-то сделал не так, но в целом я считаю, что он отлично справился со своей задачей, потому что почти все, что он выбрал, идеально мне подошло. Давайте же теперь посмотрим, как это все происходило. Описок всего, чего нужно современной женщине, праймер под макияж, т-т-т, консилер, в общем, стандартный боевой набор. В целом, я кое-какие названия слышал тут, я более-менее даже понимаю, что где что, но одно дело слышать, а другое дело знать, где оно лежит и как оно выглядит. Поэтому, поехали. Вон у нас косметоз пошел, кисточки всякие там. О, ресницы. Но с этим проще, у этих какая-то упаковка такая себе, ладно, сразу в сторону. Возьмем вот такие. Так, это какие-то карандашики. Сейчас там не для бровей. Какие-то пудры. Какая-то желтая, мне кажется, Ира, не такой цвет. Такой может что ли? А это чего? Какая-то пудра может? Тоже в кружочках. По-моему, мы где-то во Франции где-то мы такое брали. Фаундейшн, ладно. Фаундейшн есть. Что-то мне кажется, что это, я не помню, помада это или это блески вообще? Что-то не помада, по-моему. О, подождите, может это какой-то хайлайтер под глаза или что-нибудь такое? А ну-ка, похоже на что-то типа под глаза как будто мазать. Что-то мне так подсказывает. Ну ладно, мы это сюда тогда отложим. Мне нравятся красные губы. Красивые, вызывающие. Вишневый какой-нибудь. Темно-вишневый. Или супер темно-вишневый. Давайте такой поярче возьмем, а? Взяли. Фиксирующий спрей. Бактериал клинер не то. По-моему, может это вот это? Да, я нашел. Стоп, а кисточки-то надо же? Или это, наверное, Ира будет сама выбирать? Интересно, куда это? Фаберлик. Ничего больше нету. Сам разбирайся. Куда его мазать? Как? Спрей. Термальная вода. Это не закрепление. Только это термо-браш-клензер. Есть еще... О, стоп. По-моему, это палетки. То есть это тени вот эти. А что-то мы как-то пробники. Вот эти мы, наверное, брать не будем даже. В общем, маленькая какая-то. По-моему, там есть эти палетки. Я про них наслышан. Про вот эти вот. Интересно, в чем разница. Предлагаю вот эту. Пудра. Пудра. О, тут есть два цвета. Точно. Можно вот есть посветлее, есть потемнее. Класс. Пудра. Возьмем вот это. Элиминтрис. В общем. Маскара. Маскара. Подождите. Как вы там, не заснули еще? Возьмем вот это. Возьмем, может быть, отсюда чего-нибудь. Наверное, возьмем какой-то потелесней. Пудра у нас Аннелли. Вот. А это, кстати, может быть для ресниц, я так понимаю. А где же бронзер-то? О. Бронзер. По крайней мере, я в этом более-менее уверен. Прям на телефон похоже. Не похоже, что здесь для бровей что-то. Наверное, если это в этой куче, значит это праймер. Так. Где было праймер написано? Это и возьмем. Броу пенсил. Во. Ребятки. Нашлось. Ира сейчас потемнее, кстати. Так что надо, может что-то черное какое-то. Какого цвета должны быть брови? Это у нас будет карандашик для бровей. И остался гель для бровей. А как он гель для бровей, так это вообще. Гель для бровей. Охренеть. Пачкал здесь стол. На самом деле остался гель для бровей, но я совершенно не представляю, как он выглядит. Поэтому мы, наверное, его пропустим. Ну вот и все. Собственно, мы закончили наши сборы. Ну и что? До следующего раза. Всем пока-пока. Ну что ж, выбор косметики у нас сегодня однозначно очень интересный, потому что к некоторым позициям из этого списка я не прикасалась несколько лет. Кто вообще помнит, когда она вышла? Я не знаю. Для меня это уже чисто сентиментальная ценность, нежели палетка теней, которой я пользуюсь. Потому что когда-то для меня вот эта палетка, это была очень серьезная дорогая покупка. И как раз-таки Никита настоял, чтобы я ее купила, потому что я считала, что это сильно дорого. Но он сказал, нет, тебе надо ее купить, потому что это новинка и надо обязательно сделать на нее обзор, потому что это будет интересно. Обычно свой макияж я начинаю с праймера до лица, но Никита в качестве праймера выбрал тональную основу Max Factor Face Finity. Наверное, потому что здесь первым словом в описании написано праймер. Потом идет консилер и foundation in one. Слава богу, он не выбрал это еще и как консилер, и как тональную основу. Мол, на. Ну а раз мы праймер пропускаем, я сразу перейду к консилеру. Он выбрал консилер Urban Decay Naked Skin. В целом, неплохой консилер. Правда, сейчас он, во-первых, мне не подходит по оттенку, а во-вторых, ну все-таки он суховат мне для зоны под глазами. Ну, ладно. Я его, наверное, тоже нанесу в качестве базы, потому что праймера у нас здесь с вами никакого нет. Ну что ж, здравствуй, старый друг. Давай что-то, наверное, придумывать с тобой. Ее одна половина очень холодная, а вторая половина теплая. И как-то непонятно, что с ней делать, честно говоря. Я здесь помню, единственное, вот этот черный оттенок был очень крутой. Может быть сделать что-то с растушеванной стрелкой, потому что Никита выбрал красную помаду. Ну, естественно, потому что он вообще обожает, когда все поярче, все понасыщеннее, поинтенсивнее, ресницы, красные губы. В общем-то, он такое очень любит. Поэтому давайте, наверное, пробовать ему угождать. Не пойму, эти тени в принципе так плохо тушуются или это просто потому что у меня консилер Urban Decay, как праймер использован. Ну что ж, с глазами в принципе все. Теперь нужно накрасить ресницы тушью. И Никита, кстати, выбрал новинку, которой я еще ни разу не пользовалась. Да, я, наверное, последний человек на YouTube, кто еще не пробовал Maybelline Lash Sensational. У меня здесь этот оттенок какой-то там супер черный или Extreme Noir. Noir. Extreme Noir. Давайте пробовать вместе, потому что я этой тушью никогда не пользовалась. Силиконовая кисточка. Все, как я люблю. Погнали. Ну, пока трудно мне что-то сказать. В принципе, очень удобная кисточка. Мне это понравилось. Но вот по эффекту мне моя вот Relui, которую я в последнее время просто обожаю, Big and Bigger Lashes, нравится больше. Возможно, эту нужно немножко больше раскрасить. В общем-то, буду это делать. И вам потом о результатах доложу. Пока тушь у меня на глазах сохнет, я предлагаю перейти к макияжу лица. Здесь у меня на выбор аж две тональные основы. Потому что одна у меня как праймер, а вторая у меня как тональная основа. Bourjois Healthy Mix я уже миллиард раз показывала. Очень люблю эту тональную основу. Но сейчас у меня вот этот 52-й номер, она для меня слишком темная. Наверное, все-таки лучше Facefinity выбрать. Это 45-й оттенок. Он светлее, чем Bourjois. Facefinity это мне больше всего нравится для комбинированной кожи. Для моей сейчас немножко суховатой. Возможно, будет не очень комфортно, но в целом я ничего плохого в этой тональной основе сказать не могу. Она неплохая. И, как видите, по баночке тоже у меня где-то половины уже нет. Ой, такой диссонанс создается, потому что тон у меня светлее, чем консилер под глазами. Я все-таки наношу немножко даже и под глаза. Ну, все-таки здесь написано «консилер», потому что, ну, слишком большой диссонанс. Консилер от Urban Decay прям конкретно желтушно выглядит. Может быть, на камере это сглаживается, но я в зеркале вижу прям вот такую желтуху под глазами. И выбор пудры меня, честно говоря, просто сразил наповал, потому что Никита выбрал мой любимый хайлайтер в качестве пудры. Нет, ну я, конечно, люблю глоу на лице, но мне кажется, что использование вот этого хайлайтера на все лицо это будет слишком экстремально, потому что он и так очень насыщенный. Поэтому, если я еще и нанесу его на все лицо, то это будет просто капец. Поэтому пудру я пропускаю, тем более, что тональная основа, это не требует, в принципе, закрепления. Она совершенно не сияющая, она ближе к матовой, поэтому я думаю, что я этот шаг пропущу. С бровями мне тоже немножко не повезло. Никита выбрал классный карандаш, Colourpop Brow Pencil. Я им очень много пользовалась. Единственное, он выбрал неудачный оттенок для меня. Это оттенок Dope Tope. Я им пользовалась, когда у меня было Ombre, и тогда он мне хорошо подходил. Брови однозначно не моего оттенка. Но здесь даже Никиту нельзя винить, потому что, чтобы муж знал оттенок карандаша для ваших бровей, это, наверное, что-то вообще из области фантастики. И, кстати, что меня поражает, при том, что я попросила выбрать по одной единице всего, у меня, как ни странно, есть выбор. То есть, есть выбор тональных основ, и сейчас у меня огромный выбор средств для того, чтобы закончить макияж лица. В качестве бронзера, я так понимаю, Никита выбрал от Physicians Formula Butter Bronzer, но он мне не нравится. Обалденно он пахнет, но мне вообще абсолютно не нравится, как он на мне выглядит. У меня, кстати, это версия Light, Light Bronzer, да, и он на мне выглядит просто житушным. Поэтому я буду использовать бронзер из палетки Makeup Revolution. Он здесь отличный и намного, намного, намного лучше, чем Physicians Formula. И также получается, что у меня два хайлайтера на выбор. мой любимый Anneli, кстати, третий номер, он выбрал самый мой любимый хайлайтер. И вот этот из палетки Makeup Revolution. Но я буду использовать Anneli, потому что почему бы и нет. этот, если вы его еще не видели в действии, то посмотрите, как вообще это может не нравиться. ресницы, это просто отличнейший выбор. Это одни из моих самых любимых Ardell Denny Whispies. Я, кстати, попробую их наклеить новым клеем, еще ни разу им не пользовалась. Это Duo, но он черный. Конечно, с таким ярким оттенком я бы сначала сделала форму карандашом, но сама виновата, потому что я не добавила карандаш для губ в список косметики, который он должен выбрать. Поэтому, опять-таки, выкручиваемся, как есть. Финальный штрих – это фиксирующий спрей от Skin Dineve. Когда-то я его просто обожала, это был самый-самый топовый, мой любимый фиксирующий спрей. Сейчас пора себе напомнить, насколько он хорош. Я думала, что результат будет гораздо менее интересным, но сейчас самое главное, что подумает об этом все в макияже Никита. Ну, красиво. Ну, видишь, какой у тебя молодец муж. А что с цветом кожи? Не знаю. Не знаю. Но помада под. Помада замечательная. А брови не вызывают у тебя вопросов? Ну, коричневые. Все. А цвет волос. А волосы у меня тоже такие коричневые? Нет, более темные, но все равно ценю. Надо, чтобы я еще в магазин хотел тебе выбирать косметики. Ну, спасибо тебе. Не за что. Я очень надеюсь, что вам этот челлендж понравился. Если так и было, конечно же, ставьте пальцы вверх нам. Отзывайтесь там в комментариях. А также подписывайтесь на мой канал. Зацените еще видео, которое вам предлагает YouTube. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok